Друзья, приветствую! Александр Измытич прислал вот такую посылку. Я бы сказал это сундук. В сундуке находится заяц. Сейчас я вам покажу. В зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. Это не о том немного, так извиняюсь. Давайте посмотрим. Так, значит здесь у нас Liqui Moly Lichtlauf легко текучая Hi-Tech 540 полнозольное масло, щелочное по данным производителя заявленное 11.3. Обратите внимание, это ГОСТ для свежего. И отработка из Peugeot 408, 1.6 турбодизель, 114 сил, 129 общий пробег, 6.5 на масле, с высокой очень средней скоростью 58. Да, масло запачкалось немного. Пролил, сейчас почищу и приступлю к созданию эталона для последующего сравнения с ним отработки. Так, закладываю. Вот такая спектрограмма. Эстеров не вижу я здесь. Сейчас увеличу этот фрагмент эстеровый. Ну да, здесь ничего нет. Данные должны быть точные, то есть эстеры не влияют, не путают прибор. Следующим этапом выбираю данное масло. Посмотрим, что сейчас намерит прибор и при необходимости подкорректирую. Противоизносных присадок прибор намерил 116 процентов. Шикарный уровень, не поскупились, насыпали от души. Вот масло должно очень хорошо защищать от износа. Так, простите, я видимо здесь подзаснул немного. Если честно говоря, отвлекся. Отвлекся для чего? Для чего-то я отвлекся. Но тем не менее, сейчас давайте посмотрим. Прибор намерил кислотное 163 и щелочное 9,8. С учетом разницы ГОСТов. Кстати, ссылка на статью о разнице ГОСТов в описании к каждому видео есть. Очень достоверные показания. ГОСТ для свежего и для отработки. Прибор коррелирует с ГОСТом для отработки. Примерно 1,5 единицы разницы. И получается, если сюда добавить 1,5 единицы, то как раз 11,3 заявленные производителем получаются. Так, по отработке описание автомобиля. 74 процента по противоизносным присадкам. Остаток гликоля нет. Нитрование минимальные изменения. Отлично. Окисление сажи. Для такого пробега может быть и чуть многовато. 0,29 процентов. Но, учитывая то, что это летняя поездка, высокая температура, автомобиль груженый. При Эльбрусе, Дагестан, Чечня, горные дороги. То есть, я считаю, отлично работает топливная. Чуть повышен уровень. Чуть повышена кислотная. Но я связываю это с сажей. Вместе с сажей попадает в масло противоизносная присадка из топлива и повышает. То есть, фактически ресурс, я думаю, мог бы быть еще повыше у масла. 8,4 остаток по щелочному. Шикарно. У масла еще большой зазор. Да, кстати, по воде там точно такой же показатель воды, как и в свежем масле. Сейчас я покажу вам, что произошло с вязкостью. Так, свежая отработка. Ну, посмотрите, здесь вообще все супер. Никаких вопросов к так называемому полимерному загустителю. Я все-таки считаю, что к легковым автомобилям это не имеет особого значения. Ну, как бы для легковых это полимерный загуститель, это не актуальная история. Как пишет Infimum, это актуально для дизелей большой мощности на увеличенных интервалах пробега. Так, не забывайте отметить видео. Подписывайтесь. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Ну и посмотрите, какой ресурс показал данный образец. 22,5 тысячи километров, 400 моточасов. По остальным параметрам тут даже смотреть, ну как бы бессмысленные нитрование и вязкость. Вообще все супер. Я думаю, что ресурс мог бы быть даже повыше. Вот, но здесь горная езда, тяжелые, можно сказать, такие условия. Сажи чуть больше, чем в обычных условиях. Я думаю, поэтому видите, подросло, значит, практически на единицу, за 160 моточасов практически на единицу кислотное подросло, а обычно это, как я уже не раз говорил, 200 моточасов. То есть в два раза быстрее нарастает кислотное. Это я связываю, по крайней мере, с уровнем сажи. Естественно, если бы этого фактора не было, я думаю, что масло бы отработало ну и 500 часов. Естественно, в данном автомобиле, в данных условиях. Вот, что можно сказать. Масло достойное, с высоким уровнем противоизносных присадок, с отличным щелочным, кислотное невысокое 1,63 достаточно такой приличный, учитывая то, что это полнозольное масло. Ну, здесь, конечно, играет роль, что нету эстеров, но, тем не менее, масло показало себя очень достойно, на мой взгляд. Вот, ну и автомобиль, в общем-то, в порядке. Не видно никаких проблем по маслу. Доливок, кстати, не было. Вот, ну, вот такой, можно сказать, получился тест. Пишите, что думаете по этому поводу. Ликви Моли, серьезная компания, держит марку. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.